Инвестиции в пирамиду. На этой неделе полицейские попытались отправить в следственный изолятор бывшего топ-менеджера скандали известной компании QBF Владимира Пахомова. Фигурант уголовного дела, будучи под домашним арестом, якобы вместо того, чтобы лечить зубы, участвовал в застолье, нарушая ограничения. Пахомов был директором сети региональных филиалов. Но вот, как считают следователи, сотрудники фирмы выманили у известных и состоятельных клиентов несколько миллиардов рублей. Только у нас кадры обысков у одного из ключевых фигурантов уголовного дела о мошенничестве и новые подробности громкой истории. Репортаж Ксении Климиной. Бывший топ-менеджер инвестиционной компании QBF, 34-летний Владимир Пахомов, прячет лицо от телекамеры. Скромно стоит в углу зала заседания Мещанского районного суда столицы. Официально он под домашним арестом, но следователи и сотрудник прокуратуры настаивают, чтобы его отправили в СИЗО. Пахомов якобы регулярно нарушал условия меры пресечения, а еще оказывал влияние на ключевых свидетелей уголовного дела. Заседание затянулось на несколько дней. Владимир, пару слов скажете? Считаете себя виноватым? С прессой Пахомов общаться не захотела, ведь вопросов к нему накопилось много, особенно у обманутых инвесторов. Каждый раз, когда намечается судебное заседание, у здания суда собираются пострадавшие. Все они бывшие клиенты QBF. Пахомов в СИЗО! Пахомов в СИЗО! Компания QBF работала на рынке 10 лет, пока в прошлом году у нее не отобрали лицензию. За это время менеджеры успели собрать с инвесторов больше 3,5 миллиардов рублей. Людям обещали, что их деньги будут крутиться на мировом фондовом рынке, но крутились они, по мнению следствия, только на офшорных счетах. Менеджеры так хорошо обрабатывали потенциальных клиентов, что те даже брали кредиты ради выгодной сделки. Я заложил свою квартиру, взял кредит в банке, ну и, соответственно, эти деньги вложил в компанию QBF. Ни с чем я не остался, вот с пустыми руками. Вот, у меня остался вот только договор с QBF и кредитный договор. Вот с чем я с двумя бумажками остался. Обманутых инвесторов, по официальным данным, более 600 человек. На самом деле порядка двух тысяч. В их числе немало богатых и знаменитых людей. Балерина Анастасия Волочкова принесла в QBF 3 миллиона рублей. Ей можно считать повезло, опасаясь громкого скандала с бывшей примой Большого театра связался владелец компании Роман Шпаков. Когда мне этот Роман Шпаков вернул деньги, он мне стал звонить дальше и говорить о том, что а теперь мы просим развернуть ситуацию обратно. То есть, чтобы я стала говорить, что это хорошие, добрые люди, что они готовы со всеми рассчитаться. Поймите, туда вложили деньги не только вот те, у кого они были большие. Туда вкладывали деньги и пенсионеры, и малоимущие. Я же уже сказала людям правду, а теперь как я должна? Переобуться – это не мой путь, это не по-волочковски. Сам Роман Шпаков успел сбежать за границу. В прошлом году его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Правая рука Шпакова Станислав Матюхин, бывший гендиректор компании QBF и внук экспредседателя Центрального банка России Георгия Матюхина, недавно отправился в СИЗО. За решеткой также находится управляющий директор компании Зелимхан Мунаев, юрист Евгения Россиева и глава Санкт-Петербургского офиса Алексей Голубев. А вот его непосредственному руководителю, директору сети региональных филиалов Владимиру Пахомову почему-то несказанно везет. Он уже больше года под домашним арестом. Суд в шестой раз отказывается отправлять бывшего топ-менеджера за решетку. Все его коллеги, скажем так, они находятся под стражей, а именно для этого фигуранта избрана почему-то мера пресечения домашний арест. Мы крайне, как говорится, негодуем, не согласны с данным, потому что у нас количество потерпевших, оно просто колоссальное, оно измеряется тысячами людей. И возникают очень большие вопросы по отношению к справедливости судопроизводства. В Санкт-Петербург, Калининград, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень – все филиалы QBF, по сути, находились под руководством Владимира Пахомова. Он приезжал в регионы, принимал на работу сотрудников, устраивал тренинги. По некоторым данным, Пахомов даже лично проводил инкассацию. Его задержали в ноябре прошлого года возле дома на Рублевке. Только в распоряжении нашей программы оказались кадры обысков в квартире Владимира Пахомова. Во время следственных действий он стоял в наручниках посреди кухни и разминал шею. Судя по этой видеозаписи, фигурант уголовного дела о мошенничестве живет небедно. В его просторной гардеробной повсюду брендовые вещи, в спальне панорамные окна. В квартире хранились сразу три спортивных велосипеда. Видимо, коммерсант любил активно проводить свободное время. Владимир Пахомов отбывает домашний арест в этой многоэтажке на Рублевском шоссе. Стоимость квартир здесь варьируется от 17 до 45 миллионов рублей. Не исключено, что квартиру на Рублевке Пахомов приобрел за счет обманутых инвесторов. Как и любимого питомца. По нашим данным, у мужчины есть кот породы сервал. Что-то вроде домашнего леопарда стоимостью около полумиллиона рублей. Но даже сидя в своей шикарной квартире, Владимир Пахомов якобы регулярно нарушает условия домашнего ареста. По данным следствия, устройство слежения, установленное в квартире, отключалось 9 раз. А в мае этого года бывшему топ-менеджеру внезапно потребовался визит к стоматологу. Ради этого Владимир Пахомов с Рублевского шоссе отправился в Балашиху, в клинику «Березка». В кабинете врача, как уже потом установило следствие, он провел всего три минуты. Оставшееся время в компании Андрея Березки. Это исполнительный директор одноименной фирмы и сын владельца сети клиник. Вот фотография, предположительно снятая именно в тот день. Сам Пахомов подтвердил в суде, что попал на застолье. Господин Березка не является моим другом, он мой хороший знакомый, это правда. Когда мы с ним не виделись, он успел жениться. Он знал, что я приеду в клинику, и вот он следствием об этом сообщил, что он по своей инициативе купил продукты питания и захотел пригласить меня за стол. Андрей Березка – один из ключевых свидетелей в уголовном деле. По версии следствия, он был номинальным директором фирм, через которые QBF могла выводить деньги обманутых инвесторов. Сам Пахомов, кстати, тоже числится руководителем Березки, правда, в другом филиале. Вам знаком Владимир Пахомов? Владимир Пахомов? Нет. Он числился у нас исполнительным директором, но он давно уволен. Вы его ни разу не видели? Ну, видел пару раз, но он числился у нас в филиале. А Андрей Березка вам знаком? Знаком. Березка, Младший и Пахомов, они в каких состоят отношениях? Ну, я так предполагаю, что дружат. Клубок махинаций, совершенных топ-менеджерами QBF, запутан крепко. Как считают следователи, сообщники могли отмывать деньги через множество организаций, в том числе в сфере строительства. Результатом мутных схем стали мертвые недострои в Подмосковье. Вот так сейчас выглядит элитный жилой комплекс в Одинцовском районе Подмосковья. Это большая заброшенная стройка. Работы здесь, судя по всему, не ведутся уже давно. Хотя застройщик обещал выдать ключи потенциальным собственникам жилья еще в середине прошлого года. Несмотря на то, что Владимир Пахомов одна из ключевых фигур в этой многомиллиардной афере, он все еще на свободе. Судье потребовалось два дня на то, чтобы рассмотреть ходатайство следователя об изменении меры пресечения. В ожидании решения Пахомов скромно сидел в столовой суда в компании адвоката и сотрудников СИН. Инспектор, кстати, позже выступил на стороне защиты. На заседании бывший топ-менеджер QBF давил на жалость и заявил, что не имеет средств к существованию. Меру пресечения Владимиру Пахомову так и не изменили. Он отправился отбывать домашний арест на Рублевке на метро. Ксения Климина, Виктор Носов, Максим Кисляков, Дмитрий Шевелев, Максим Девятайкин. Вести. Дежурная часть.